А в Южном Дагестане началась уборка сливы. Собранный урожай очень скоро поступит на рынки, а также в торговые центры республики и других регионов России. Раима Абдулаева продолжит. Родиной сливы является Средняя Азия. Считается, что растения вывели более двух тысяч лет назад путем скрещивания алыча и терна. Отсюда и сладковато терпит вкус плода. Сегодня сливы выращивают в центральных регионах России, Казахстане и даже Сибири. Но это теплолюбивое нежное дерево, боится заморозков и рано цветет. Поэтому в северных регионах не бывает богатого урожая. Клима Дагестана идеально подходит для этого плода. Слива очень хорошая, вкусная, сладкая, отборная. Видите сами. В селе Хаджа-Казмоляр слива сорта Раджабли растет примерно на 80 гектарах. С самого утра в садах идет уборка плодов. Даже аномальная жара, рассказывает Мюббат Сафаралиева, работе не помеха. Ну сегодня 43 градуса, все равно я буду работать. Я 8 часов на работу вступаю. Вечером 6 часов ухожу. За день мой я зарабатываю. Приблизительно 50 ящиков я спокойно смогу собрать. Может еще побольше. Но хоть жара, все равно куда делать себе. Трудиться надо. Без труда, без работы никак ничего нельзя. Закупочная цена на отборную сливу 30-35 рублей. Заказ на сегодня рассказывает фермер Селимхан Гамидов 12 тонн. Собранная партия будет отправлена в центральные регионы России. Клиенты приезжают за сливой. Они реализуют эту сливу в городах Москвы, Санкт-Петербург, Ростов, кто куда. Вот недавно сосед собрал тоже, там отправил 20 тонн, загрузился. Сейчас тоже им надо 12 тонн сливы. Четвертая часть всех плодов, выращиваемых в Дагестане, приходится на долю Маграмкенского района. Площадь садов здесь 5700 гектаров. На сегодняшний день в районе заняты сады, с под слива, где-то 270 гектаров. Конечно, это мало, но мы планируем расширять площадь каждым годом. И в этом году мы посадили более 100 гектаров крыштока слива. И в дальнейшем тоже будем развивать это направление. Как известно, солидные торговые сети любят работать с крупными поставщиками продукции. В Маграмкенском районе для эффективного сбыта продукции создали три спока. У фермеров, владеющих небольшими садовыми площадями, появилась возможность, объединившись, выйти на рынок других регионов России. У одного гектара, у кого-то полгектара, у кого-то два гектара. Как-то тяжелее расширилизовать. Поэтому мы создали споки, здесь три спока на сегодняшний день. Мы заключаем споки договора с разными фирменами регионов, большими сетями. Вслед за черешней и сливой в Маграмкенском районе начнут собирать яблоки и груши. Раим Абдулаева, Эдгар Эминов, Юсуп Газиамаров. Время новостей. Раим Абдулаев. Раим Абдулаев. Раим Абдулаев.